Хэй, всем привет, чуваки! С вами снова Бэмби, в этот раз мы в DCS World И в этом видео у нас ответы на вопросы, часть вторая Ну а фоном я поставлю вылет на Су-25 Попробую поразить там несколько танчиков И вылет будет над Невадой Ну раз уж я могу теперь над Невадой летать То почему бы не разнообразить, скажем так, нашу программу Не все же время выносить цели на крестообразном аэродроме Старом добром Ну и вообще, очень часто меня люди просили рассказать О девайсах для полетушек, которыми я пользуюсь Ну я думаю, полноценный обзор я не буду запиливать Но вот, в паре слов, свои впечатления я в принципе могу рассказать Почему нет, если это людям так интересно И самым первым моим джойстиком был Sightech X50 2 Pro Ну это вполне себе неплохой джойстик с хорошим функционалом То есть, смотрите, на ручке есть две хатки Есть двухпозиционный курок, что весьма актуально для того же A10C, например Есть несколько кнопок И также есть специальные переключатели режимов Ну то есть, ты всегда можешь через программатор запрограммировать разные режимы Ну то есть, в одном режиме кнопки будут отвечать за одни команды, в другом режиме за другие Я вам скажу, что я программатором ни на этом джойстике никогда не пользовался Ни на следующем То есть, и так мне хватало всего Всех тех кнопок и хаток, что были на джойстике Sightech X52 Pro Ну и руд в плане функционала тоже был очень хорош То есть, на руде было две крутилки Был слайдер Была хатка Также был даже министик Для управления всякими прицельными системами, например Долго удобно было его использовать Было еще колесико Ну, которое работало по принципу колесико-мышки И также несколько кнопок То есть, особо вот радовали крутилки Которые можно было использовать для управления какими-нибудь осями Ну, на современных истребителях, например Можно было использовать их для управления антенной радиолокационной станции На порчневиках для управления створками радиаторов Или управления смесью Ну, то есть, крутилки на джойстиках являются осями И, понятное дело, как раз-таки используются для всяких осевых команд Ну, а какие недостатки были у джойстика с Aitec X52 Pro? Спросите вы у меня Ну, для меня главным недостатком являлось качество данного изделия, скажем так То есть, когда лично я держал Aitec X52 Pro в руках Знаете, было похожее ощущение Когда ты держишь какую-нибудь китайскую игрушку из вонючего пластика Вот и такие же ощущения были от Aitec X52 Pro Который тоже полностью весь пластиковый и хлипкий То есть, кажется, что ты сожмешь руку покрепче Он вообще нахрен развалится у тебя в руке Ну и плюс ко всему прочему Вот все эти крутилки, этот слайдер и рут тоже Работают на резисторах А это значит что? Это значит то, что, скорее всего, рано или поздно они у вас начнут шуметь У меня, например, вообще все резисторы на джойстике с Aitec X52 Pro Начали шуметь сразу же после покупки То есть, я просто охренел от того, что шумит вообще все, что можно Если вам попадется такой же джойстик с шумящими резисторами То вам придется его разбирать Чистить резисторы, смазывать их Если вы знаете, как это делается Но если не знаете, то придется летать шумящими резюками Что еще поделать Ну и также многим людям, очень многим, не нравится нелинейность джойстика с Aitec X52 и X52 Pro Ну то есть, нелинейность обозначает то Что длина оси этого джойстика изменяется в зависимости от того, в каком положении находится ручка Ну то есть, на других джойстиках, если ты вводишь самой ручкой по кругу То и ось как бы по кругу уходит А вот на Aitec X52, если ты вводишь ручкой по кругу То получается не круг, а такой себе ромб И, понятное дело, подобное многим людям не нравится Я даже могу понять почему Но в любом случае, если вам хочется чего-то недорогого И с очень хорошим функционалом Скорее всего, с Aitec X52 это такой очень годный вариант Как по мне Ну а сейчас я летаю с джойстиком Thrustmaster Hata Swarthog Который, типа, является репликой органов управления самолета A10C И это хорошо, поскольку больше всего именно на модуле A10C я и летаю И данный джойстик для данного модуля подходит просто идеально Даже вся команда управления настроена в DCS заранее И тебе ничего не нужно настраивать Ручка у джойстика Thrustmaster Hata Swarthog Вообще металлическая, то есть в руке ее держать очень приятно Рут, правда, пластиковый, но пластик такой хороший Тоже приятный на ощупь И, кстати говоря, для движения ручки Hata Swarthog Нужно прилагать довольно-таки значительные усилия Что очень даже хорошо, как по мне То есть лично мне подобное ощущение от пилотирования нравится Нет ощущения, что ты болтаешь ложкой в пустой кастрюле В отличие от того же Sightech X52 Pro, например То есть ощущение от пилотирования на Thrustmaster Hata Swarthog У меня намного лучше, чем ощущение от пилотирования на Sightech X52 Pro Я вам так скажу Ну и плюс, опять же, функционал у Thrustmaster Hata Swarthog прям замечательный На ручке, считайте, есть 4 хатки На руде 2 хатки Плюс куча тумблеров и переключателей Плюс мини-стик для управления системой миноведения То есть это очень даже хорошо Единственное, на Thrustmaster Hata Swarthog Мне не хватает всяких крутилок Ну, для управления осями Но это уже так, мелочи В остальном впечатления от этого джойстика исключительно положительные Но при этом и цена джойстика Thrustmaster Hata Swarthog сейчас больше 40 тысяч рублей Если мне не изменяет память И подобная цена многих людей, понятное дело, может отпугнуть То есть данный джойстик заинтересует только тех людей, которые реально серьезно хотят заниматься авиасимуляторами А вот джойстик Sightech X52 Pro С тоже очень даже хорошим функционалом Стоит, ну, тысяч около 8 Если я правильно помню Что, в принципе, более-менее приемлемо, как вы понимаете Ну, а педальки у меня трехосевые от Aviasim Control И я думаю, их сменить, когда у меня деньги будут И если деньги будут У меня просто в этих педальках очень не нравится то Что у них не чувствуется центральное положение То есть абсолютно На поршневиках-то, в принципе, это даже и в плюс, может быть Но я-то летаю в основном на всяких реактивных самолетах На современной авиации И на тех же свистках педальки должны быть всегда в нейтральном положении И это проконтролировать очень сложно Если ты это самое центральное положение не чувствуешь И часто можно летать со скольжением И заметить это только тогда, когда ты обратишь внимание на шарик То есть для полетушек на каких-то современных модулях DCS World Я бы рекомендовал педальки, в которых центр отчетливо ощущается Как по мне, это очень важный такой момент, который стоит учитывать Ну а вот для полетушек на поршнях эти педали ничего так, скажу я вам Ну если, конечно, отбросить в сторону то, что на них постоянно приходится держать ноги Вследствие чего эти самые ноги очень сильно устают Где-то через час полетушек И это тоже не очень хорошо То есть идеальные для меня педали Это педали, у которых, во-первых, чувствуется центр Ну а во-вторых, педали, которые работают по принципу Пятка на полу То есть не нужно постоянно держать ноги на весу Надо бы присмотреть себе что-нибудь в таком духе, я думаю А еще, знаете, что вижу? А вижу я то, что цели у меня закончились А видео еще нет Думаю, сейчас надо будет сходить и понаставить еще цели каких-нибудь Сейчас только последний танчик доберу Вот, как мы видим Су-25, в принципе, неплохо справляется с поражением танков Но если, конечно, забыть о том, что управляемые ракеты на этом самолете Нужны, в первую очередь, для поражения строений А не для поражения бронетехники Ну, опять же, и бомбовое вооружение, неплохо справляется с поражением танков Если, конечно, приловчиться Эти самые бомбы кидать точно в цель Ладненько, не переключайтесь Я сейчас продолжу свое повествование Так, ну вот, я расставил сейчас БТР-80 в качестве целей Буду по ним работать нарами И да, я тут, ко всему прочему, подключил себе, наконец-то, Донейшн Эллерс То есть, если вы вдруг не знали Донейшн Эллерс позволяет получать донатики со всех платежных систем То есть, с Киви, с WebMoney, с PayPal, с банковских карт, с Яндекс.Денег Даже с телефонов Очень удобное такое средство для получения донатиков То есть, мне часто говорили Бэмби Типа, выкладывай кошелек Киви в описании Выкладывай номер Яндекс.Денег, ну и так далее Поскольку кому-то через Киви, кому-то через WebMoney удобнее донатить Кому-то через Яндекс.Деньги, кому-то через банковскую карту Но вот, а Донейшн Эллерс, он объединяет все эти способы И, как по мне, является очень удобным сервисом Так что, и кто-то, если хотел через Киви задонатить Или через Яндекс.Деньги Сейчас это могут сделать через ссылку на Донейшн Эллерс в описании Я думаю, только одну ссылку и буду выкладывать Поскольку теперь какой смысл выкладывать 100-500 ссылок на различные платежные системы Если все могут задонатить желающие через ссылку на Донейшн Эллерс, правильно? Ну, а донатики это всегда хорошо Чем больше донатиков, тем меньше времени я должен тратить на свою чертову работу И тем больше времени я могу уделять гайдам То есть, если кому-то интересно, сколько времени у меня вообще на один гайд уходит Вот я когда записывал гайд, например, по средствам противодействия ПВО на А10С Это прошлое видео У меня, считайте, весь выходной день на это ушел полностью То есть, вы сами понимаете, сколько времени уходит на то, чтобы все записать, чтобы все смонтировать и так далее Я уж молчу, что сначала нужно найти информацию для гайда И хотя бы примерно продумать, что я буду говорить в нем Кстати, да, люди очень часто интересовались Пишу ли я какой-то сценарий к видео Нет, сценарий к видео я не пишу То есть, все, что я говорю в своих видосиках Является импровизацией чистой воды Может, поэтому видео и получаются такими довольно живыми Чем когда человек написал сценарий И все дословно сидит, зачитывает монотонным голосом по бумажке Нет, это не мой подход Ну так вот, возвращаясь к донатикам Донатики всегда нужны Поскольку сейчас коплюсь себе на новую видеокарту Да и у блока питания сломался вентилятор Скоро, походу, и сам блок питания вслед за вентилятором накроется Ну ничего удивительного Учитывая то, что у нас, блин, в городе какая-то аномальная жара стоит Я не знаю, две недели, температура 35-36 градусов держится Просто капец Думаешь, как бы самому из строя не выйти на такой жаре Ничего удивительного, что у меня блок питания накрывается В общем-то Ну и также на Donation Alerts можно к любому донатику прикрепить сообщение То есть заказать какую-нибудь технику на обзор Или заказать какое-нибудь видео Или еще что Как говорится, я всегда, в принципе, в поиске идей для видосиков Так что, почему бы и нет Я вам по Су-25Т закончу С циклом гайдов по этому самолету И тоже буду сидеть, думать, что бы еще записать Так что, если у кого-то есть какие-то предложения Так почему бы и нет, собственно Кстати, да, меня частенько еще спрашивают А стоит вообще покупать карту Невады Для DCS World Ну, то ж смотрите Вам самим интересно такое или нет Ну, поскольку Невада, это ж, по сути дела, пустыня Если вам интересно над пустыней летать То почему бы и нет Но другое дело, что это очень качественно сделанная пустыня Что уж говорить То есть горы в ней выглядят просто замечательно Есть пара городов Эти пара городов тоже выглядят просто отлично Так что, как по мне, Невада выглядит очень даже хорошо Но, как я уже сказал, многим не понравится то Что, по сути дела, тут никакой растительности нету И все полеты ты будешь на эту самую пустыню и созерцать в основном Ну и пока что над Невадой еще не очень много геймплея Поскольку основная часть компании, основная часть миссий Все-таки приходится на стандартный клиент DCS World 1.5 Ну, давайте, что ли, закругляться понемногу И заодно отвечу еще на один вопрос Очень часто мне его задают И заключается этот вопрос в том, что люди спрашивают Когда же выйдет модуль FA-18C в DCS World Довольно странно, кстати, такой вопрос мне задавать Учитывая то, что я разработкой модулей не занимаюсь Так что я могу только предположить, когда он выйдет Ну, учитывая то, что нам уже показали FA-18C на E3 Это означает то, что модуль уже практически готов И мы, скорее всего, увидим данный модуль через несколько месяцев Да, могу предположить, что модуль выйдет где-то осенью Повторюсь, это, конечно, мое предположение Ну и также модуль Харьера практически готов Если судить по видео, что нам выкладывают разработчики То же Харьер вполне возможно, что мы увидим осенью Мне даже интересно, что из этого первее выйдет FA-18C или Харьер Так что осень, как по мне, должна быть очень оживленной в DCS World В плане новых и интересных модулей Так что ждем усиленно, что нам еще остается Ну и в любом случае, надеюсь, это видео было кому-то интересно Ссылочка на донат в описании И всем спасибо, всем до свидания